Поговорим о дивидендах. Уже недалеко то время, когда технология Skyway выйдет на мировой транспортный рынок. Начнется эксплуатация транспортных трасс и инфраструктуры. Будут осуществляться услуги по перевозке людей и грузов, по использованию трасс для инфраструктурных целей. Поэтому все чаще мы слышим вопросы от дольщиков, акционеров компаний, инвестирующих в сертификацию технологии, о том, какую прибыль будет получать холдинг Skyway, владелец технологии, за счет чего эта сумма накапливается и какова будет сумма дивидендов. Называть сейчас какие-то конкретные цифры – это значит заниматься гаданием на кофейной гуще. Хотя бы потому, что для того, чтобы говорить о прибыли, необходимо сложить все приходящие средства и вычесть из полученной суммы доходов компании все издержки, сделанные для получения доходов, для хозяйственной деятельности. Ведь прибыль – это разница между суммарным доходом и общими расходами компании. Согласно бизнес-плану проекта строительства экотехнопарка и сертификации технологии по этапам развития группы компаний Skyway, затраты на каждом этапе определены. Например, на текущем 13 этапе затраты составят 25 миллионов долларов США. Холдинг реализует проект и очень активно развивается, выполняет много работ, используя средств значительно меньше, чем было запланировано на выполнение тех же задач, но прибыли пока не приносит. Вероятно, что новая транспортная технология Skyway станет очень прибыльной, и эта прибыль будет увеличиваться с каждым последующим адресным проектом. Но называть конкретные цифры еще рано. Доходы транспорта чаще всего складываются из средств, полученных от сборов по плате за проезд, размещение рекламы на подвижном составе, оказание коммерческих перевозочных услуг другими организациями, использование путевой структуры и опор для прокладки кабелей. Но Skyway — это не просто перевозчик грузов, это новая транспортная технология, и статья доходов холдинга будет складываться из значительно большего количества услуг. Прибыль будет формироваться как общий результат деятельности компании, владеющей технологией. Она будет выявляться пообъектно, с учетом затрат на каждом строящемся адресном объекте и на каждом уже эксплуатируемом объекте. И будет являться экономическим результатом работы компании за определенный период со всех объектов за год. Собственники капитала, владельцы акций компании, ориентируясь на размер прибыли, остающиеся в распоряжении компании, принимают решения по поводу дивидендов и инвестиционной политики, проводимых компанией с учетом перспектив ее развития. В холдинге существует компании, занимающиеся производственно-хозяйственной деятельностью, которые обеспечивают процесс реализации проекта, а при строительстве и эксплуатации трасс, обеспечивающие эти процессы. Кроме того, были созданы ряд компаний, в том числе три компании, у которых хозяйственная деятельность ограничена учетом акционеров и ведением внутреннего реестра акционеров компании и выплаты дивидендов. В них ограничен персонал до нескольких человек для снижения внутренних издержек. Головной компанией холдинга является компания, владеющая технологией. Она является материнской компанией, компания-учредитель для всех компаний, и она распределяет прибыль в виде дивидендов на все дочерние компании в соответствии с принятыми условиями. В тех компаниях, которые ведут производственно-хозяйственную деятельность и имеют соответствующий состав персонала, прибыль предприятия является источником социальных благ для членов трудового коллектива. За счет прибыли, остающейся на предприятии после уплаты налогов и выплаты дивидендов, а также других первоочередных отчислений, осуществляется материальное поощрение, предоставляются социальные льготы работникам. Прибыль, из которой предприятие насчитывает и оплачивает дивиденды, образуется после следующих расчетов. Суммируются все поступившие доходы компании, которые образуют общий доход. Из дохода компании вычитаются расходы, издержки, связанные с производственной деятельностью и всевозможные хозяйственные сдержки, в том числе и налоги, кредитные проценты и прочее. Так образуется чистая прибыль компании. Именно с нее начисляются дивиденды акционерам, собственникам предприятия. В компаниях существуют мажоритарные и миноритарные акционеры. Мажоритарный акционер владеет существенной долей акций компании, как правило, от 10% и выше. Миноритарный акционер – это совладелец, не имеющий права влиять на управление компанией из-за незначительного по объему пакета акций. В холдинге Skyway мажоритарным акционером материнской компании, владеющей технологией, является юридическое лицо компании, принадлежащая автору и владельцу технологии Skyway Анатолию Эдуардовичу Яницкому. В свою очередь, мажоритарными акционерами материнской компании являются три ее дочерних компании, которые владеют ее привилегированными акциями. Этим гарантировано поступление дивидендов в дочерней компании от материнской компании. Для дочерних компаний сумма дивидендов является доходом компании, из которого вычитаются текущие внутренние издержки содержания компании. Так образуется прибыль этих компаний, которая полностью распределяется в виде дивидендов владельцам ее простых акций. Собственно, в этой самой точке мы подобрались к определению дивидендов. Мы знаем, что дивиденды – это часть прибыли компании, которая распределяется между акционерами пропорционально количеству акций, которыми каждый из них владеет. То есть все довольно просто. Кредитоя проект и получая залог в виде акций компании, вы инвестируете в нее свои средства, по факту отдаете их в пользование. Ваши средства работают и позволяют компании функционировать, получать доход и рассчитывать прибыль. Поэтому с определенной периодичностью, как правило, раз в год компания благодарит вас за инвестиции. Вы получаете дивиденды с размер на количеству акций, вам принадлежащих. В общих случаях решение о выплате дивидендов принимает общее собрание акционеров, имеющих в своем инвестиционном портфеле класс голосующих акций. Рекомендации собранию дает совет директоров или правление компании на основании проведенных расчетов и действующих правил распределения прибыли, зависящих от выпущенных видов акций. Нужно понимать, что на выплату дивидендов идет не вся прибыль, а только ее часть. В противном случае компания лишит себя возможности развиваться. В первую очередь вычитается сумма прибыли на выплату дивидендов по привилегированным акциям, и это не подлежит голосованию. А затем ведутся последующие расчеты для принятия остальных сумм распределения прибыли. Эффективный процент выплаты дивидендов находится в районе 25-50% от чистой прибыли компании. К тому же размер дивидендов от года к году может сильно отличаться. Согласно законодательству, дивиденды можно выплачивать не чаще одного раза в квартал, но не реже одного раза в год, на основе утвержденной и аудитированной бухгалтерской отчетности за соответствующий период. Некоторые компании делают это два раза в год, некоторые один раз в год. Искусство управления компанией состоит в том, чтобы найти баланс, какую часть прибыли выплачивать в виде дивидендов, а какую инвестировать в расширение производства. Если выплачивать 100% прибыли акционерам, то на развитие компании денег не останется. Это приведет к тому, что дивиденды не только не будут увеличиваться, но и могут уменьшиться в течение нескольких лет. Приведем пример. Оператор сотовой связи не видит возможности для расширения бизнеса, так как количество абонентов ограничено населением страны и выплачивает 80-100% прибыли в виде дивидендов. Это нормально. Если вы инвестируете в такого оператора связи, то, вероятно, будете получать стабильные дивиденды в течение нескольких лет. Стоимость акции, вероятно, не будет сначала сильно падать на рынке, но и расти не будет, поскольку дивиденды не будут увеличиваться. С какого-то момента застоя компании начнется резкий спад доходов и, соответственно, снижение сумм для выплаты дивидендов. Прибыль в виде дивидендов распределяется между акционерами пропорционально числу и в соответствии с видом принадлежащих им акций. Сумма дивиденда по обыкновенным акциям рассчитывается по формуле. Распределяемая прибыль минус сумма дивидендов по привилегированным акциям делится на количество обыкновенных акций и получается сумма дивидендов на одну акцию. Чтобы быть в курсе, сколько и когда компания будет платить, нужно будет следить за ее новостями. Размер дивидендов и дата выплаты дивидендов обычно публикуются на сайте компании и в средствах масс-медиа в соответствии с требованиями и биржевыми правилами. Давайте рассмотрим выплату дивидендов на конкретном примере. Акционерный капитал мегафона состоит из 620 миллионов акций. По результатам 9 месяцев 2016 года компания направила 14 миллиардов 997 миллионов 800 тысяч рублей на выплату дивидендов. На одну акцию пришлось 24 рубля 19 копеек. У акционера Иванова было 250 акций, поэтому ему начислили 6047 рублей 50 копеек в виде дивидендов. Из начисленных Иванову дивидендов компания оплатила государству налог на доходы физических лиц в сумме 786 рублей, поэтому в итоге Иванову перечислили на его банковский счет уже свободную от налога сумму дивидендов в размере 5261 рубль 50 копеек. При выплате дивидендов компания сама является налоговым агентом и перечисляет налог государству. То есть акционеры получают выплаты уже за вычетом, в данном примере 13% налога по российскому налоговому законодательству на доходы физических лиц. Процесс выплаты дивидендов происходит просто. От инвестора ничего не требуется, кроме как сообщить свои реквизиты. Чтобы получать дивиденды, нужно быть владельцем акций на определенную дату – дату фиксации реестра акционеров. Реестр – это список акционеров компании с информацией о количестве принадлежащих им акций. Фиксация нужна, потому что на бирже кто-то постоянно покупает и продает акции, и состояние реестра меняется. Поэтому для удобства компания говорит – кто сегодня акционер, тем платим. Кто купит акции завтра, платим в следующий раз. При этом, если вы не продаете акции, а продолжаете их держать, то есть не изымаете свои деньги из оборота компании, дивиденды вы получаете вновь и вновь. Инвестирование представляет собой интересный способ заработка, который не имеет ограничений и является источником получения различных выгод. Все свободные деньги должны работать, выгодно капитализироваться и приносить прибыль. Это главное правило современного человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова